Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Darkwood. Забираем, конечно же, патроны, тряпки. И, а что мы можем продать? Так. И. Ну, баллон, я думаю, нам самим пригодится. Все. Быстро у нас вышла торговля. Где у меня мой верстачок, любимый? Так, надо нам что-то выложить. Это будет у нас... Давай-ка, вот бинты. Они нам все равно не нужны. Починим лопату к себе. Оу, шикарно. Бочки, все это мы пока делать не будем. Так, надо глянуть. У меня... Ага, двери здесь есть. Тут окна целые. Ага, вот эти надо починить будут. Сейчас сделаем. Заберем металлолом, конечно же. Ну, кажется, все. Все, что надо было, мы сделали. Закрываемся. В деревню. Я хочу, ребят, сходить в домик. Помните, там, где у нас Чокнутый сидел. И говорил, мама, он здесь. Хочу навестить его и поздороваться с ним при помощи своего винтореза. Ну, а если придет и мама, конечно же, тогда и придется и маму накумарить. И забрать все плюшки, что там у них будут. Так, давайте доски нам тоже сейчас не нужны. Так, металлолом обязательно выложим. Так, остальное вроде бы как нужно. Бензин. Бензин нам тоже не нужен. Все. Можно смело отправляться туда. В путь дорожку. Вырубаем все. Как видите, бензинчика у нас там еще было много. Заправлять не будем. Интересно, она там будет до сих пор шоркаться? Банше это или нет, а? Сейчас увидим. Тихо. Я не понял. Это сейчас кто был-то? Такое впечатление, что трупоед. Нет, нет, пес. Псина где-то. Но я их здесь давно не видел. Так что, скажем так, померещилось. Зачем я собираю бревна, ребята? А бревна нужны мне для того, чтобы пилить на доски. Досок можно будет очень много. Сами видели прекрасно, как эти гады разрушают мой дом потихоньку. Мое убежище ломает окна. Ломают двери. Поэтому очень много надо будет древесины. Так, ну что, вроде бы я в правильном направлении двигаюсь. Оу, здесь грибы. Значит, я здесь не был. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не надо. Не буянь. Я видел тебя, гадюка. Вон она ты. Ну что, давайте попробуем поджарить, наверное. Долетит, нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Не долетело. Ё-моё. Да что ж такое-то? Так, давай, 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 Сэм. Убегай, ёлки-палки. Строчи, строчи, как папка. Блин, я думал, сдохла. Нифига мне не сдохла. А вот мне, по-моему, сейчас будет... Ух! Еле-еле выжил. Так, срочно, срочно отхиливаемся. Давай, жри таблетки. А, нормуль. Да как так-то? Что за непруха? Уже с каким-то ящером не могу справиться. Не, и патроны кончились, блин. О, вот это спасение. Ну что ж, давайте выкинем бревна. Нож и самогон все-таки важнее для меня. А это у нас грибы. Да ну нафиг. Я думаю, даже не стоит заморачиваться с ними. Кушать мы их не можем. А продавать... Да потом, если что, заберем. Все, гвозди. У нас все под завязку, ребят. Абсолютно инвентарь полный. Как всегда. Жаль, что его больше нельзя улучшить, увеличить. А вот, по-моему, и этот домик. Да, если не ошибаюсь? По-моему, он. Так, тут смотрите у нас и патроны, и сигнальный факел. Просто красота. Давайте забирать здесь все. И будем на готове. Лампа. Так, погоди, фонарик мне нужен. Как мерзко ты там шуршишь, а? Вот она в углу, которая стонала, орала мама. У нас гости. Больше она ничего не будет орать. Как говорится, беспощадно застрелил. Что у нас тут в шкафу? О, блестящий камень. Сколько тут вкусняшек-то, а? Шкаф. Еще. О, кусачки! Ребята, кусачки! Неужели я нашел кусачки, которые так долго искал? Причем, заметьте, это вторые. Так, я не знаю, может быть, отодвинуть этот шкаф? Глянуть, что за ним? Я вижу, там глаз какой-то. А что дальше там будет? Странно, сюда не могу зайти. И эту штуку отодвинуть тоже не могу. Ну, что же, ладно. Надо запомнить, что здесь у нас много дерева осталось. Что-то не пришло у нас тут, я смотрю, баншета. Так, давайте сделаем. Значит, где-то по улице мотается. Может быть, кстати, мы ее и встретим. Ну, и тогда ей, конечно же, не поздоровится. Все, здесь, в принципе, больше ловить нам нечего. Хотя... Ой, е-мое! Хотя стоит потом еще зайти, забрать здесь последние ресурсы, которые у нас остались. Что мы будем сейчас с вами предпринимать? Куда нам сходить? Ребята, которые подписаны у меня, мне советуют сходить на свалку и поискать запчасти от компрессора, чтобы я смог себе заправить баллон с кислородом. Или же, говорят, иди на радиовышку. Но там будет жесткая бойня. Я же вроде был на радиовышке, никакой бойни там не видел. Может быть, я неправильно там походил. Но меня, если честно, больше интересует другой вопрос. Как спасти улитку, которая находится на доме? И что нужно этому старику? Нужны ему все-таки колесики? Или он меня обманывает? Я имею в виду в деревне на болоте. Без ноги вот этот старик. Или это он так просто? Для красоты слов попросил колесики для своей инвалидной коляски. В общем, это, как бы сказать, мои мысли вслух. Вы можете помочь, можете не помочь. И, кстати, Волк, ты мне написал. Ты достал железный ключ. Когда откроешь дверь, сам поймешь. Я, знаешь, сколько ключей поднимал здесь? О, и у нас, ребята, открывается с вами... Нет, не помповый дробовик. Хотя и помповый дробовик. Охотничье ружье. Двухстволка. Обалдеть. Давайте делать охотничье ружьишко. Так, где оно? Черт поди... Ага, вот оно. Магазин среднего калибра. Так, я думаю, что... Слушайте, я надеюсь, что... Вот эти вот нужны обоймы для охотничьего ружья. Или же нет. Ну что, на продажу у меня уже кое-что появилось. Это камень блестящий. То есть, я буду при деньжатах. Так, лампы нам пригодятся. Ножик выложим. И... Так, что нам делать? Давайте отмычек наделаем. Две штучки как раз выйдет. Слушайте, а следующее улучшение. Опять нужны клещи. Да что ж ты будешь делать? И вот он мой долгожданный топорик. Не знаю, что лучше. Топор или лопата. Лопата я могу, ребята, откапывать. Ямы. Вы сами это видели. В прошлых сериях. Ну, я надеюсь, что топором смогу что-то перерубать. Кстати, я еще до сих пор не реализовал свою идею по поводу взрывания дверей баллонами. Так, ну что, вроде бы как и все. У нас с вами нормуль. Обоймы, патрон. Для пистолета у нас тоже есть патроны. Так, здесь больше у нас ничего нету. Такого нужного на данный момент. Так, капканчик пока выложим. Веревка. Так, время-то сколько? Ага, второй час. Ну, еще есть время у нас побродить. Вау. Хотелось бы мне посмотреть. Но я думаю, что у этой винтовки, у этого ружьишка, более мощная, так сказать, атака. И не придется мне по 30 раз уже стрелять по этим уродцам, чтобы их вырубить. Пойдемте гулять. Наслаждаться природой ямы. Можно было бы, конечно, и в ямы нырнуть. Но что-то особого желания нету. Так. Вот так вот сделаем. Вдруг где-нибудь что-нибудь найдем. Посмотрите, да, вот этот вот свет красный сейчас только что был внизу. Но он почему-то не нанесил мне повреждения. Да и не такой он и яркий, кстати, был. Ну что же, вот у нас ямы. Ну, где тут скалопендры? Почему-то не было. Ладно, ты не дыши так сильно. Третий час времени. Ну что, выйдет какая-нибудь ворюга или нет? Дайте мне хоть мое ружье испробовать. Слышу, 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 слышу. Где-то здесь уже булькает. Это ящер. Вот с ним, кстати, мне лучше не встречаться. Мне не нравится он. Во-первых, он плюется какой-то гадостью, в которую мы влипаем вечно и никуда не можем двинуться. Потом он нас настигает и начинает лупить. Лучше так, тихонько, аккуратненько пройдем. Кто-то тут у нас поскуливает. Ага, вот он опять, этот красный свет. Идет он от кристаллов. Насколько я могу понимать. Что-что-что с музыкой опять случилось? Куда я опять лезу? Так, ну тут у нас женщина из Припяти с детьми. Значит, нам сюда не надо. Здесь мы уже все обшмонали. Так, куда это мы вылезли? Это вообще не понимаю. А, ну это дом этой. Дом женщины с детьми. Но здесь у них, по-моему, нету этого компрессора. Я не ошибаюсь, у них тут только генератор. Так, ладно, давайте по-быстренькому пробежимся. Оп. Да, только лишь генератор. Как бы ее заставить? Ничего она с нами не хочет общаться. Ничего не говорит нам. Зря только сюда я шел. Пацан еще там закрытый. Интересно, так и должно быть? Или я все-таки могу его освободить и что-то от этого изменится? Вряд ли, сомневаюсь я. Почему, главное, вот, да, они в доме, у них нету этого, печки здесь никакой. И они, тем не менее, выживают. Никто к ним не приходит, никакие монстры. А я должен дома у себя такую вести оборону, что, ого-го-го, со всех щелей всякие гады лезут. Так, ладно. Повозмущались маленько, как говорится, и хватит. Ну все, у меня основная задача на данный момент это заправить баллон. Хотя их тут еще дофига. Спасти улитку. Обрубить корни. Это в деревне, затонувшей у дерева. Что еще? Да вроде бы как и все. Ничего особенного больше нету. Единственное, что мне нужно еще найти будет выход отсюда. Но мне почему-то кажется, что это благодаря кислородному баллону я переплыву в затонувший тоннель. И уже должен буду куда-то выбраться. Так, здесь у нас упавшее дерево с частично опусанной корой. Это означает только одно, что опять же здесь побаловал у нас... О, тихо-тихо-тихо, ребята. Вот эти жуки мне нужны. Один есть. Блин. Ружьишко-то одно зарядное. Ладно, хрец с ним. Так, внутри... Ну, понятно, это эмбрион. Слушайте, а нужен ли он мне вообще? У меня хоть место есть? А, место-то у меня как раз есть. Дофига. Зародыш. Бутылка. Ну что же, на один броник я себе заработал. Жалко, что вот, например, если я с помпового ружья стреляю, у нее же, как по идее, дроп летит, ну, сами знаете, в разлет. И вот эти три или четыре жучка там стоят на одном месте. Один выстрел. И по идее, по идее, они должны все слечь. Но тут дудки. Так, это что, это уже мой дом, что ли? Что-то я не могу рубиться. Уже все позабывал. А, нет. Это, как обычно, руины. Дом вблизи свалки. Это где улитка у нас. Деревня. И вот радиовышка еще осталась. Как, скажем, три конкретные точки, которые можно еще, в принципе, облазить. Давайте возьмем грибок этот. Оу, привет. Черт подери. Хе-хе-хе-хе. Судара, хотел сказать, с выстрела, ел мой. Не, ружье помповое все-таки это вещь. Жаль, что у меня нет патронов больше. Только лишь от пистолета. Да, ребят, кстати, обоймы это не для моего ружья. Это, видимо, для какого-то автомата. Вот где вы, псы? Я ни разу здесь еще вас не встречал. Так, ну это тело, обмотанное там корнями. Ящеров внутри полным-полно. Это мы с вами читали. Это я сейчас в данный момент, по-моему... А, нет, все, все, пришел. Здесь мы с вами гасили трупоедов. Вот они, трупики. Слишком много здесь было. По-моему, пять или шесть штук. Хорошая была обойня в тот момент. Время у нас седьмой частности. Кстати, как-то... День потратил, да? В пустую, если честно. Давайте вот эти вот патроны забираем. А нет, ружья. Так, выкладываем туда, я не знаю, зародыш выложим, наверное. Можно сделать броник. Так, вот. Давайте, наверное, его забирать, одевать. Что еще? Так, капканчик. Давай сюда поставим. Ну, топор нам не нужен. Гвозди не нужны. Капканов сейчас еще сделаем. Два. Так, баллон выставим там на полу, если что. Время семь часов почти. Давайте ставить. В пустую, я хотел сказать. Ребят, да? Прошел день, что-то я пробегал. Ничего такого. Ну, единственное, что там вот... Ой, е-мое! Да как? Черт подери. Вот это вот дурак называется. Вот все время бегу. Нафиг мне бежать в своем же доме, а? Ой, блин. Вляпался в капканище. Ну что, время семь часов. Давайте тогда расставлять здесь все. И будем готовиться к ночи. Так, и дверь не будем трогать. Вот так вот мы с вами встанем. Ну и будем поджидать врагов. Может еще что-нибудь поставить, а? Как думаете? Баллон, например. Или капканчик. Ну, раз пока у нас тихо, давайте, наверное, с вами... ...поставим, наверное, еще один капкан. Да, я думаю, что это будет самый оптимальный вариант. Давайте его поставим в ячейку. И активируем. Вот куда-нибудь сюда. Да, на этот... ...на этот... ...выход. Вот так. Нам нужно как можно ближе к двери. Все. Кстати, напротив дверей желательно бы ставить по нескольку капканов. Но я боюсь, что я сам потом не смогу выйти. Так, и баллон сделаем еще. Так, куда бы его влепить только, я не знаю. Посередине комнаты. Да-да, именно в меня шоу влетел. Давайте вот... ...черт. Напротив двери. Ну что же, время у нас близится к девяти часам вечера. Сейчас уже будет потихоньку начинать кошмарики вылазить. Так, поставим лампу, чтобы нам было светло. Ну давайте, ребята, не томите. Я уже, в принципе, готов. Ну что, у меня патроны есть. Ружьишко есть. Мне вот еще интересно знать. В этот... Ну, я уже задавал этот вопрос. Вот в этот баллон, если стрелять, то он взорвется. А если я по нему ударю по вентилю, как там было написано? Он не взорвется, а он полетит. Слушайте, а по-моему, в какой-то серии я проверял же, да, или нет. Или это в моих мечтах. Так, все. Мечты закончились. Началась реальность. Ну да, пора бы уже по времени-то. Тихо, тихо, тихо. Это кто у нас? Трупоец, что ли? Раненько они что-то сегодня заглянули ко мне на огонек. Ну давай, выходи, гаденыш. Все. Полноценная наступила ночь. Да, быть такого не может, чтоб такая тишина. Че, час ночи, и все так легко и просто? Хорошо, как скажете. Мне только на... Ооо, это... Ёбарзоте! Это же... Ага. Слушайте, по-моему, эту картину я уже где-то замечал. Вам не кажется, что в прошлой серии я так же погиб? Один в один. Ребят, это называется дежавю. По-другому не назвать. Офигеть, и броник мой слетел. В общем, большущий-большущий я для себя убытки нанес. Броник потерял. Капкан. Истратил зря. Ай, ё-моё. Вот она, дурацкая спешка. А было бы ружье, он бы даже пикнуть не успел бы. Как ему башню бы снес бы. А так и очки репутации профукал. Угу. Ладно. Давайте тогда торговаться. Раз уж так не заработали. Будем другими способами искать выход. Патроны-то в любом случае нам нужны. Никуда не денемся. Давай, троица. Спекулянты. Давай торговаться. 206 очков у нас всего. Того мало. Так, так, это сколько? 190. 220, 314, 329. Ну что ж, 535. Ну, я скажу, это более-менее. Это ещё более-менее. Так, что нам нужно на двухстволку? Чёрт подери. Зря я продавал ствол тот. Нарезной, так скажем. Была бы у меня двухстволка. Вот она, наверное, сжарит-то. Так, давайте тогда верёвочку. Что тут ещё нам не нужно? Так, сварочный аппарат тоже продадим. Таблетки. И, наверное... Да, в принципе, давайте, наверное, ещё с вами можем... Факела вот эти вот. Да. Насколько это всё подтянет барахло? Так, нужно 450. А 900. Ой, как это много. Как это много. Давайте тогда так сделать. По 40. Это соточка, да? Угу. Ладно, продадим. Всё, мялся, 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 мялся. И всё-таки решил. Так. Ну что, у меня будет три обоймы для пистолета, да? Один для ружья и ещё один патрон для ружья. Ну что, думаю, что достаточно. 715 очков. А нужно в общей сложности 900. Да, это очень много. Ну что же, дорогие мои друзья. Наверное, на этом я буду завершать этот выпуск. Он, конечно, получился неказистым. Сами прекрасно видели. Можно было бы даже его и не выкладывать. Но... Тогда, наверное, хрен его знает. Ладно, я выложу, а вы уже сами судите, стоит такие выкладывать или нет. Потому что, если я буду пропускать дни, можно что-то пропустить. Некоторые люди могут что-то не понять. Поэтому я как бы выкладываю всё, как оно есть. Да, я могу где-то при помощи монтажа вырезать там, например, 5 минут без бесполезного бега. От этого как бы смысл не потеряется. Но когда вырывать, извините меня, страницу с целыми днями, могут возникнуть многие вопросы. Так что, ребятушки, не обессудьте, если что не так. И единственное, что я могу для себя отметить, это действительно похожая смерть с прошлой серии. Это единственное, что здесь понравилось. Ну и то, что я грохнул, блин, придурка в том доме, который там в тот раз позвал свою маму, блин. Пришла банча и начала там буянить. Кстати, я до банча-то ещё не добрался. Ещё всё впереди. Ладушки. Всё, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Надеюсь, она будет у нас намного интереснее этой. Ну, естественно, если вы мне ещё за этот процесс подскажете, как, например, спасти улитку там и ещё что-то, то у меня уже будет стимул что-то хорошего снять. А так я опять буду бегать здесь в неведении, что-то для себя искать. Ладно, ребятушки. Всё. Всем пока и до скорых встреч. Удачи вам.